слава иисусу христу слава нашему спасителю господу доброе утро всем приветствую всех братья и сестры приветствую кто подключился сейчас тоже подключен кто подключается слава богу сегодня у нас 25 мая и сегодня шаббат суббота шаббат шалом какой-то рассеет не поздоровался уже поприветствовался вот и сегодня да сегодня день благовестия это межконфессиональный это меж церковный это общихристианский такой праздник вообще замечательно что есть такой праздник вообще благовестия это благовещение так вот но в нашей культуре называется благовещение вот то есть сегодня верующие но всех фактически существующих там конфессий течений ветвей всех христианства выходят на проповедь слова божьего ну конечно но в тех странах где это ну позволительно потому что не везде к сожалению вот так свободно могут христиане благовествовать вот здесь в россии нет таких возможностей к сожалению допустим от в украине пожалуйста белоруссии тоже там ограничение существует определенное но в странах свободного мира вот сегодняшний день все выходят на проповедь церкви участвуют но даже в странах где есть ограничение как у нас допустим да значит на благовестие или же есть еще худшие ситуации есть вообще несравнимо там некоторые страны там допустим востока африки где даже запробовать христианскую могут даже убить казнить вот поэтому знаете ли есть еще более худшие ситуации там северной кореи там там фашистский режим этот начитом но коммунистически ужасное конечно но знаете однако же даже если запрет на благовестие все равно благовестие совершается все равно благовестие оно совершается ну вот скажу так индивидуально лично свидетельством христианина слава богу поэтому сегодня помолимся и за я сегодня в петербурге вот уже в августе месяца даст бог буду у себя в церкви в киеве вот и там конечно по евангелизируем от души слава богу значит и как раз перед собором я думаю как раз мы там оторвемся до слава богу но сегодня благовестие какое даже в тех странах делают как вот в россии сейчас да есть ограничения на благовестие такие довольно серьезные ограничения и депрессии определенные по отношению к верующим разных конфессий вот но знаете благовестие как вот именно свидетельство христианина свидетельство его жизни это никто не может запретить абсолютно никто вот и их и в советское время мы благовествовали да насчет и в годы кому не коммунизма также проповедовали слово божье и я очень богу благодарен что даже тогда когда там ну коммунисты допустим но все равно слушали меня вот слушали слово божье вот тогда вот ну это было больше 30 лет тому назад почти 40 лет назад уже насчет время довольно быстро прошло но вспоминая вот те события 35 лет назад 38 лет назад когда вот я благовествовал о христе рассказывал людям разным людям но в основном конечно вот однолеткам своим она насчет ровесникам рассказывал о христе вот то притча иисуса христа о самом христе евангелие рассказывал то конечно ну в то советское время это было чудным конечно и чудным и в общем то поэтому слушали даже больше из-за того что такого нигде не услышишь не по телевизору не по радио такого не было вот как бы и поэтому люди все равно слушали знаете ли вот им интересно было с другой стороны конечно вот не было возможности как правило у людей советских тогда реализоваться что ли в христианстве церквей почти не было фактически какие были только но в основном городах значит там и ну в россии имею ввиду вот в украине и в советское время была ситуация получше там больше церквей было гораздо у нас было мало всегда церквей насчет не считая больших городов конечно как ленинград здесь допустим здесь раньше петербург назывался ленинградом в то время вот кстати да вот я влюбился в ленинград я помню вот как раз да с 80-го года 79 80-ый год как раз стал временем моего знакомства с ленинградом и вот с того самого времени я помню влюбился вот в ленинград влюбился как художник потому что я тогда учился в школе такой и в школе художественной и поэтому а потом в училище пошел тем более художественное то есть и вот так пошло поехала в общем то ленинград потом петербург снова это моя давняя любовь уже слава богу вот и как художник очень люблю этот город и эрмитаж русский музей все выставки слава богу в этот раз я посетил пока только одну выставку в связи с тем что вот приехал уже прослуженный и переболел здесь значит вот как-то тяжело тяжело началось поездка сюда в петербург у меня вот посетил только одну выставку вот это в манеже выставка она сейчас идет по моему или уже наверно все уже наверно называется жизнь после жизни интересно очень выставка такая я успел кое-что заснять но кстати до сих пор не выставил что-то будет это выставить интересно очень вещи там и фотографии знаете вот сделал особенно поленова воскрешение дочери и аира там была картина потрясающая не знаю я первый раз увидел в живую почему-то я не вид не видел ее раньше знаете ли вот и здесь я увидел ее вот так вот рассматривал и увидел ее в живую и это было восхитительно конечно слава богу и вот это воскрешение воскресение это потрясающе вот и сами глаза вот дочери и аира воскресшей дочери вот это это что-то с чем-то скажу я там сделал пару фотографий значит потом посмотрел репродукции но репродукции да я и раньше видел на репродукциях но понимаете на репродукциях обращаешь внимание как правило на другие детали вот и репродукции какая была хорошая не была она не передает вот эту душу как бы да вот вот это вот не знаю то что не передаваемо фотопечатью это что-то другое иное вот послание любви послание воскресения и слава богу за поленова слава богу за вот эту картину потрясающую картину кстати как-нибудь я сделаю даст бог обзор этой картины вот так вот видео такой видео формате таком знаете ли там не знаю у меня родилась целая проповедь одним словом пока рассматривал эту картину поленова у меня родилась целая проповедь я ее еще обдумываю я еще молюсь об этом вот как ее сказать потому что получить откровение и и ведение это одно а вот донести порой я это как проповедник понимаю что порой это очень разные вещи порой даже годы проходят поверьте порой даже года проходят прежде чем ты в состоянии как человек вот как вот проповедник донести высказать явить вот это откровение знаете ли порой годы проходят серьезно порой даже там многие годы я так скажу вот а порой то быстро совершается все оформляется все вот так вот рождается зачатие до рождения как бы да происходит порой очень быстро все время вот но не поймешь это это духовный мир он в человеческом нашем понимании не понимаем так вот он по другим законам движется слава богу спасибо тебе господь благодарю тебя за это доброе утро так еще кто-то подключился да ли я аду на это доброе утро благословенные верми да шаббат шалом ли шаббат шаббат аллину я слава богу да друзья приветствую всех кто подключился кто подключается во имя господне благоставляю вас сегодня совершим причастия сегодня я с переездом в другой квартире вот и конспирация батенька одним словом нет но все слава богу молитесь пожалуйста молитесь вот господь все усмотрит и усматривает ольга завгородние шаббат шалом шаббат шалом аллину я шаббат шалом господь шаббат шалом ангелы святые и все небожители шаббат шалом братья и сестры шаббат шалом шаббат шалом шаббат шаббат шалом субботний мир господний мир шаббат 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 шалом аллину я субботний мир аллину я сейчас еще ранее утро и я боюсь сейчас разбудить просто соседних как раз и слышимость тоже хороший но благоставляю вас можно молча даже спеть можно спеть как вот ну в таких самых сложных ситуациях как вот плач китая помните да там там они молча пели вот я знаю что такое не понаслышке в советском союзе освоил технику безмолвного крика безмолвной молитвы ну не от хорошей жизни конечно такие вещи осваиваешь но вот находясь в карцере в армии в армейском карцере вот научился вот молиться безмолвно и вопить к богу даже вопить к богу безмолвно но слава богу за за все и за то что мы в тишине можем богу прославлять и громко всему свое время и всему свой час и за все слава богу и тогда когда мы можем и имеем возможность и реализовываем такое громкое прославление вот и когда тихо можем пока прославлять бога сергей вы а вы были в израиле в израиле у стены плача один раз был я давно уже это было лет 15 назад уже вот в израиле по туристической такой путевки такой и за неделю нам показали весь израиль на сколько можно было за неделю показать вот и конечно это была поездка уже давно и хотелось бы сейчас вновь посетить израиль уже но в другом качестве уже уже знаете ли в таком качестве уже ну проповедника вот потому что тогда я как турист только вот так беглое знакомство с израилем а у стены плача да я пережил чудо вот чудо таки было было таки чудо там как раз в израиле в иерусалиме у стены плача в столице израиля это было чудом для меня я одним словом подходя к стене плача я пережил удивительно это было видение не видение до сих пор непонятно но не физическими глазами а как будто бы другими глазами какими я видел такую вещь от меня как будто бы кусочек такой оторвался и чем поначалу было странно и немного испугался но но приятное чувство такое интересное знаете ли порой блажение отдавать на самом деле вот это сознание что-то от тебя отошло да ты отдал что-то да но но приятное чувство какое-то такое и поэтому испуг он как бы так вот не дал волю испугу я и вот значит это как будто чуть оторвалось от меня и по мере приближе этого уже было недалеко от стены и чем ближе к стене подходил тем дальше от меня отходило и ближе к стене как мы как будто магнитом притягивалась каким невидимым и туда и к стене и уже вот возле стены уже прям буквально и вот и она прям от меня оторвалась и туда прям чик и как будто бы встала при этом так встала я даже чуть не ахнул удивился знаете как вот эти пазла собираешь как будто бы картина уже такая большая уже собрана и вот вдруг ты нашел этот маленький пазл ставил и прямо туда опа и картину уже прояснилось уже у тебя по центру допустим и вот нечто подобное я шахнул вот это да и кусочек от меня как будто он там туда попал и как будто бы вот найти прямо он там и был всегда вообще вот это да я был в таком восторге в таком удивлении вообще невероятном удивление вообще и блаженстве и приятно очень даже и знаете помолился но это было просто действительно переживанием сильнейшим одно из самых сильнейших переживаний вот молитвенных в моей жизни вообще вот уже ну да уже около 40 лет уже вот как вере со христом вот и знаете ли за вот этих почти 40 лет значит я переживал несколько особенных сильных переживаний духовных и вот это одно из таких вот как раз переживаний сильнейших моей жизни переживаний вот и я потом вернулся в гостиницу нас поселили там недалеко вот почему воспользовался там и пришел еще туда и знаете ли и потом вот думаю может это эйфории первого дня такого как-то что-то интересное такое что произошло на другой день нас возили на экскурсии а у меня очень четкое понимание что кусочков во мне нет какого-то вот этот кусочек там бьется я точно знал что он там вот удивительно конечно вот на другой день уже тому же там нас в парк повеленность там там причастия тоже на штамм там ну вообще там так интересно было вообще и улетели уже с бенгариона вот и улетаем с бенгариона и у меня четко понимаю что я улетаю да но кусочек меня именно там я четко знаю он там остался прилетел уже уже был у себя в церкви уже в киеве рассказывал об этом а все равно понимаю что вот кусочка моего он там сейчас я не не чувствую этого и не вижу этого но я знаю что да вот кусочек мой он там бьется сейчас он там вот он там в этой стене это для меня было таким сильным переживанием и до сих пор поэтому я говорю всегда что уже почти 15 лет вот мое сердце бьется там в израиле в иерусалиме именно там стене плачет это точно знаю потому что я это пережил я это видел но не вот этими глазами как будто бы другими глазами но это потрясающе не теряя вот это реальности видя эту реальность вдруг ты как бы начинаешь видеть некую другую реальность какую-то другую сущность это потрясающе просто вот и я богу очень благодарен спасибо огромное за напоминание вот для меня это я сейчас вспоминаю мы как раз приближаемся сейчас празднику вот для меня очень трогательному с того самого времени очень трогательному празднику раньше я как-то вот еще 15 лет назад не так сильно как бы осознавал это как праздник но все эти годы для меня с того времени самого это является но особенным праздником святым праздником и я переживаю его очень так глубоко каждый раз каждый раз каждый год из года в год все эти годы вот день иерусалима до йом юрушалаем день иерусалима я переживаю каждый раз особенное благословение хотя да я вне иерусалима так физически до телом отсутствует но духом присутствует там возле стены плачем возле там в там веры в иерусалиме в столице возрожденного еврейского государства и это для меня я знаю мое сердце бьется там хотя физически сейчас я здесь на севере в земле северной вот в санкт-петербурге на берегах невы я прогуливаюсь по невскому проспекту но я знаю мое сердце она бьется там удивительно я это я я везде это свидетельствовал одно время потом как-то ну не рассказывал об этом знаете не будешь все время как бы об этом говорить но вот при случае рассказываю я обычно об этом рассказываю как раз и у нас в церкви или в других церквях где бываю в гостях когда как раз вот служение связано с молитвой за израиль или с праздником дня иерусалима кстати в этом году братья и сестры шаббат вот 1 июня выпадает на шаббат и вот 1 июня вечером после сразу после завершения шаббата мы начинаем праздник день иерусалима в этом году 2 июня выпадает 28 ияра 28 ияра выпадает на 2 июня поэтому готовьтесь к празднику друзья руслан да шалом тоже приветствуется шалом спасибо тебе господь спасибо благодарю тебя боже всемогущий и благодарю тебя господь благодарю тебя shabbat shalom Шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом, субботний мир, Господний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом, субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шалом. Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай, наш народ живой, народ Израиля жив, потому что наш Отец Небесный, Бог Святой живой. Отец Небесный, 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 Отец Небесный Ам Израиль Хай, Ам Израиль Хай, Ам Израиль, Ам Израиль Хай, От Авину Хай, От Авину Хай, Наш Отец, Небесный Бог, Святой Живой. Всем вам желаю, мирам, и вену шалом алейхем, и вену шалом алейхем, и вену шалом, шалом, шалом алейхем. Салом, салом, Иерусалайим, саббат салом, Иерусалайим. Салом, салом, Иерусалайим, саббат салом, Иерусалайим. Салом, салом, Иерусалим, саббат салом, Иерусалайим. Салом, салом, субботний мир, Господний мир, шалом, 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 шалом. О, благословляю всех вас, братья и сестры. Арсений тоже написал здесь, да, присоединяется. Да благословит Господь Иерусалайим и святой город Иерусалайим. Да, аминь, братья, аминь. Арсений, аминь. Да, друзья, вы знаете, действительно, этот месяц Ияр, мы его называем Ияр. Ну, месяц лунного календаря, имею в виду, второй месяц библейского, еврейского календаря нашего, если считать от Ниссана, от нашего исхода. Да, совершившегося когда? 3331 год тому назад. Великое чудо совершилось. И вот это эти дни, особенно трогательные такие дни, отчета Омера мы называем, ну, это дни от Пасхи до Пятидесятницы, от Песоха до вот Шивот. И вот эти дни, они наполнены какой-то особенной, такой трогательной, переживательной такой темой, знаете ли, вот именно благодатной темой ожидания. В самом ожидании есть великое чудо уже. Знаете, это потрясающе, это потрясающе. Ежедневные размышления все эти, это вот ожидания. Вот, и тем более, что для нас, новозаветных верующих, это освящено еще и темой как раз того, что Машиах, когда воскрес, то он сказал ученикам своим, являлся ученикам своим на протяжении 40 дней, вот, потом сказал, чтобы они были еще в Иерусалиме, никуда не уходили из Иерусалима, пока они облекутся силой свыше. И в день Пятидесятницы, при наступлении дня Пятидесятницы, все это совершилось. То есть, опять-таки, все эти дни, получается, да, от Пасхи до Пятидесятницы, всех этих 50 дней, они были там в Иерусалиме, ученики. Интересно, да, особенно последних 10 дней ожидания, наверное, это были особенные, трепетные ожидания такие, слава Богу. Вот, и Церковь Божья, да, Божья такая, святая Мешпаха, семья такая, да, вот, тело Машиаха, тело Христа облеклось силою свыше. И вот между Пасхой, которая в месяце Ниссан, да, у нас, Авив, весна, вот, и между, получается, в начале Сивана Пятидесятница, вот, месяц Ияр. И месяц Ияр, он всегда был без праздников, вот этот месяц нынешний, да, месяц Ияр, или уже в Библии он называется просто вторым месяцем, второй месяц. Этот второй месяц, он всегда был без праздников месяца, месяц без праздников, без праздниц, без торжеств, лишь месяц ожидания. Ожидание, получается, вот, между Пасхой и Пятидесятницей, между двумя такими праздничными месяцами, вот. Но мудрецы, древние цартики говорили, что этот месяц, времена Машиаха, в мессианскую эру, он станет месяцем огромнейших празднеств. И знаете ли, точно так и получилось, дамы и господа, братья и сестры, так и получилось. Даниэль, мир вам из Германии, слава Иисусу, навеки слава Богу Святому. Да, Даниэль, в Германии всем святым радоваться, благовествуйте, благовествование Христова, Аллилуйя. И именно в месяце Ияре, во втором месяце библейского календаря, произошли самые грандиозные великие чудеса 20-го столетия. Геополитические божьи чудеса 20-го столетия. Два самых важных геополитических чуда 20-го столетия от Бога. Какие? В 1948 году возродился Израиль, еврейское государство возродилось. В начале месяца Ияр это произошло на самом деле, да. А в 1967 году Иерусалим наш. Иерусалим снова еврейский город, он снова под контролем Израиля. А евреев, он снова, ну, де-факто столица Израиля. Хотя до юра это стало гораздо позже, а мировая общественность только-только вот начала признавать этот факт. Но де-факто уже 1967 года Иерусалим наш. И он действительно столицей Израиля, возрожденного еврейского государства является. И это чудо произошло когда? Тоже. Ну, это было во время шестидневной войны, если вы помните, да, 1967 года. Так вот, и это произошло, как ни странно, тоже в месяце Ияре. О совпадение, да, о чудо, о случай, его величество случай. Но верующие знают, что это не просто случай. Просто так вот прыщ не скочет. Знаете ли, тем более такое событие планетарного масштаба. Вот. И действительно, это было божьим промыслом, божьим чудом, божественным чудом. Вот. И это было в конце месяца Ияр. Ну, 28-го Ияра. С тех пор мы вот 28-го Ияра и празднуем это. Ну, это обычно в мае, но вот иногда выпадает это вот даже вот на начало июня, как в этом году. 2-го июня, напоминаю вам, готовьтесь к этому празднеству. Вот. Украшайте свои жилища к этому дню флагами Израиля и Иерусалима. Помолитесь, конечно, самое главное, помолитесь за Иерусалим, помолитесь за Израиль. Вот. Особенно, конечно, вот где мы благоставляем столицу возрожденного еврейского государства, благоставляем Иерусалим. Это особенная молитва. И уже в субботу вечером, 1-го июня, мы начнем эту молитву. Вот. Общий церковно начинаем эту молитву. Если технически это получится, то сделаем и все ношное трансляцию, все ношное. Но я не уверен, что это... Ну, Бог усмотрит, конечно, Бог усмотрит все. Игова Ира. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя за эту трансляцию утреннюю, за эту возможность. Боже, в этом доме сейчас прославить Тебя, Господь, благоставлять великое имя Твое. Слава Тебе, Господь, Бог наш и Царь наш. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя за этот всемирный день евангелизации, благовествования, который сегодня по всей земле отмечают верующие христиане разных конфессий. Баптисты, писяльники, харизматы, адвентисты, православные католики по всему миру, разные-разные церкви благовествуют благовествование Христова. Благодарю Тебя за эту великую привилегию, за то, что во многих странах свободного мира свободно благовествуется сегодня Евангелие. Спасибо, Боже, за них. И пусть, Господь, никакая лень, Матушка, никакие заботы, века сего суета не отвлекают верующих от генеральной главной задачи нашей, стратегической задачи нашей – благовествовать Евангелие Христово. Пусть в свободном мире, Боже, люди действительно в свободе, но не как употребляют свободу для угождения плоти, а как употребляют свободу для угождения Тебе, Господь Божий, и служения Тебе и людям. Благовествует благовествование Твое Христово. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Благостави, Господь, и те страны, и христиан в тех странах, где свобода совести, как вот здесь в России ныне, к сожалению, ущемляется, ограничивается. И нет такой свободы благовествования, как было даже здесь в начале 90-х, допустим. Но, Господи, дай людям даже в этих ущемленных условиях, даже в этих стесненных обстоятельствах, меж теснин, меж теснин даже, находясь, таки благовествовать, даже если невозможно порой и словами это сделать, то самим действием, самим поступком являть Христа Тебя, Господь, народом. Благостави, Господь. Аминь. И третья моя молитва сегодня за те страны и благовестие в тех странах, где таких, как Северная Корея, других таких тираниях, где верующие не могут даже рот открыть. Но, Господи, даже в тех условиях, Боже, я знаю, там, где даже за слово Божье, в странах радикального ислама, в странах коммунизма, где нельзя еще благовествовать открыто, Боже, но дай верующим тоже самой жизнью являть Тебя, Господь Божий, и служить Тебя Духом пламенеть, Господь, сегодня во имя Иисуса Христа. Ты слышишь их молитвы, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. И благостави, Господь, мучеников, Боже, благостави, Господь, братьев, сестер, которые за Христа подвергаются гонениям, убийствам, Боже, пусть, Господь, их сердца будут тверды, будут действительно укоренены, Боже, и не поколеблются во имя Иисуса Христа. Упывает на Тебя, Господь, пусть совершенную любовь изгоняет всякий страх, и Твоя совершенную любовь изгоняет всякий страх. Аллилуйя. Аминь. Света Диченко шалом пишет, да. Аминь, шалом. И места из Писания, я хочу два места из Писания сейчас прочесть. Одно из Ветхого Завета, другое из Нового Завета. И здесь из Ветхого Завета место Писания, ну это как раз фрагмент из него, из этого стиха, я обозначил на трансляции, на картинке трансляции сегодняшней. Это из книги пророка Исаии, 60-й глава, 20-й стих. Евангелие от Исаии, так многие проповедники называют книгу пророка Исаии, потому что там настолько явно машех явлен, предсказан, указан, показан, что, ну, скажу так, диву даешься, честно говоря, вообще. Вот, и в этом Евангелие от Исаии, будем так говорить, да, книги пророка Исаии, Исаияху, 60-й глава, 20-м стихом написано. Не зайдет уже солнце твое и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Вот это меня впечатляет, вот всегда, вот, знаете, вот, Господь будет для тебя вечным светом, вечный свет. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И Библия уже Нового Завета говорит нам, 1 Иоанна 2, 28, 2 глава, 1 послание Иоанна, 2 глава, 28 стих, написано. Дети, пребывайте в нем, вот это я выделил особенно, дети, пребывайте в нем, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Боже Всебогущий, благодарю тебя и благоставляю, пребываю в тебе, Господь, и пребываем в тебе, Господь, непрестанно, потому что ты есть свет вечный, вечный свет. Спасибо тебе, Господь, что уже живя, еще живя здесь, в этом тварном мире твоем, в этом временном мире, прекрасном, спасибо за этот мир, Боже, властелин мира, властелин всех миров. Спасибо тебе, Господь, за это творение, за то, что ты создал нас, наши тела, все создал, мир видимый, и временное измерение запустил, само время создал, спасибо тебе, Господь, это прекрасное творение твое, это восхитительно, спасибо тебе огромное, Боже. Вот, но знаю, Господь Божий, и переживаю эту великую благодать твою, Господь, находясь в этом временном мире, временном этом измерении, погружаться в твою вечность, и быть осяеным, быть освященным этим светом, вечным светом. Слава тебе, Господь Бог Святой, аминь. Ольга Завгородняя пишет, да, привет из Казахстана, спасибо за ваше служение, наши молитвы, за вас, будьте благословенны, будь Бог, спасибо, спасибо огромное, будем благословенны, вас тоже благословляю, привет всем святым в Казахстане, радоваться, еще говорю, радоваться, слава Богу. Вот, и благословляю всех вас, братья, сестры, о причастии сегодня я, вот, с переездом, я, у меня маца, у меня с собой всегда пакетик такой, всю дорогу здесь у меня пакетик с мацой, вот, как вот, воспоминания о рае, слушайте, кусочек рае, воспоминания о том, до времени нашего выхода, нашего исхода. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Кстати, каждая суббота для нас это, как вот, маленькая Пасха, интересно, напоминание о нашем выходе из рабства, тоже, спасибо тебе, Господь. Ну, конечно же, я сотворение. И у меня вода, здесь я еще, надо будет узнать, где что, но вот, у меня немного воды с собой, еще, вот, с вечера вечером сюда переехал, вот, на эту квартиру, конспиративную, да, братья и сестры, не, все нормально, молитесь, вот, потому что со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма. Как вот, в Петропавловске, здесь вот, неподалеку, один верующий записал, еще при царском самодержавии, находясь здесь в вузах, за словом Божьим. Вот, и немного хлеба, немного воды. Ну, что еще надо верующему? Вот, совершали причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Да, порой это не хлеб, вино, а просто вода и хлеб. И самое главное, конечно, в причастии, это и апаки и апаки, как говорится, снова и снова. Напоминаю, братья, сестры, что причастие, это, в первую очередь, здесь и здесь. Это не просто ртом и желудком мы совершаем, нет, это умом нашим и сердцем нашим, душой нашей. Значит, удивительно, наше рассуждение о теле и крови Христа. Я спасен кровью Иисуса Христа, возрожден, исцелен, благоставлен через кровь Иисуса Христа. Машеха, Спасителя моего, Господа моего, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя. Благодарю тебя за Голгофу, за кровь, благодарю тебя. Спасибо, Господь. И тот первый раз, 2000 лет тому назад, Машех действительно пришел в этот мир, как раб, как слуга. Пришел в этот мир умереть, пострадать за нас. И он действительно пострадал, он действительно умер за нас. И 1989 лет тому назад совершилось искупление рода людского через смерть Машеха, через смерть Христа на Голгофском кресте. И через его славное воскресение, которое для нашего оправдания произошло, мы оправданы пред Отцом навеки. Спасибо тебе, Господь. И благодарен Богу Святому. Иисус вознесся, и Он сказал, перед тем, как уйти Ему, Он сказал, что Он таким же образом и вернется. И мы ожидаем Его возвращения славного, уже как царя, как господствующего. На белом коне, как говорится, да. Вот, и благодарен Богу Святому за все. Аминую, спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Вот, и доколе Он придет, мы смерть Господню. Эту великую, ну, с одной стороны, трагедию, но великую радость. Это радость со слезами на глазах. Подлинно, Пасха для нас, это Христос. И это радость со слезами на глазах. Это Бог наш, Иешуа наш, Машия. Аллилуйя. Наша Пасха, наша Пасха, наша Пасха, Иисус наша Пасха. Аллилуйя, аллилуйя. Ну, можно песни так переделывать, я обычно переделываю, тоже так пою, то одну, то другую песню какую-то, которые с детства вот так вот запомнились. Я их переделываю, чтобы не всякую там дурь коммунистическую всякую из головы выветрить. Остаточные явления, я имею в виду, всякие. Вот, я уже давно отрекся от коммунизма всякого там, прочее, от пионерии всякие там и прочее. Но остаточные явления какие-то еще остаются, знаете ли, порой, даже спустя там 40 лет, поверьте. Вот, и, знаете, вот, и поэтому я нашел для себя выход, все старые песни я просто переделываю и славлю Христа этим. И все. И бесам уже места нет, и дьявол уже ретирует, он уже уходит, уже все убегает, потому что, ну, ну, чего, уже никакого места не даю ему. Ну, потому что я покоряюсь Богу и противостою врагу. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Иисус наша Пасха. Иисус наша Пасха. Он наш герой. И Пасха наша. Да, действительно, со слезами на глазах праздник. Мы смерть Господню возвещаем. С одной стороны, да, мы плачем, но с другой стороны, мы радуемся одновременно. Мы радуемся, потому что именно через смерть Машираха, через кровь Иисуса Христа, через его страдания голговские, пришло нам избавление, пришло нам исцеление, пришло мне спасение, пришло мне исцеление. Скажи это не просто нам, а скажи это очень твердо в подношении к себе лично. Пришло в мою жизнь спасение, ко мне пришло исцеление, благословение через смерть Машираха, через смерть Иисуса Христа. Аллилуйя Иисус Христос Спасибо тебе И сегодня я принимаю это причастием Тела и крови Твоих, Господь Потому что рассуждаю сегодня О теле и крови Твоих Боже, потому что действительно благодатью я спасен И сии нет меня Это Божий твой святой дар Спасибо тебе, Господь Спасибо, драгоценный Спасибо, возлюбленный Спасибо За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя, мой Бог Благодарю Тебя, Иисус Благодарю 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 О Дух Святой За все я благодарю Я Тебя, мой Бог Люблю Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарю За жизнь вечную За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю Благодарю За воскресенье Твое За воскрешенье Твое Аллилуйя, Аллилуйя За Твою победу Боже, спасибо, спасибо, спасибо Отец мой Бог Авраама Исаака Якова Бог Патриархов И пророков Ава Отче Аллилуйя Ибо так Ты возлюбил мир Что отдал Сына Своего Ненародного Дабы Всякий Верующий В Тебя Не погиб Но имел Жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь За дар Вечной жизни Во Христе Иисусе Господи Нашим Слава Тебе И хвала Аллилуйя Слава Тебе Слава Тебе Братья Сестры Ешьте Пейте Размышляйте О теле крови Христа Если есть у вас сок Налейте себе сок Возьмите хлеба Если нет То просто даже Воды возьмите Но размышляйте О теле крови Машеха О теле крови Христа Сегодня Сейчас Прямо сейчас Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Господь И в день Благовестия Божий Я принимаю Причастие Рассуждая О том Что действительно Ты Во Христе Примирил Собою Весь мир Не вменяя Людям Преступлений Их И дал нам Слово Примирения Спасибо Спасибо Это деяние Примирения И есть Слово Примирения Спасибо Спасибо Драгоценный Тело Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа Аминь 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 Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Благодарю Тебя Я плоть от плоти Твоей Кость от кости Твоей Мы с Тобой Одной крови Ты и я Во мне течет Твоя кровь Святая Я живу Тобой Уже не я живу Уже Ты живешь Живет во мне Христос Сын Твой Агнец Твой Мой Спаситель Господь Благодарю Тебя Бой Бог и Царь Великий Государь Спасибо Спасибо Света пишет тоже Что надо песню переделать Ну Антихрист Всегда живой Да значит Уже переделывали Уже песню туда Тоже Сережа Шабад Шалом Шабад Шалом Иночка Шабад Шалом Детки Внуки Даниэль Вадим Пишет Вспоминает о Вадиме Дохненко Иисус Всегда живой Да на самом деле И Много песен переделываем мы Мартин Лютер В 16 веке Тоже так вот Не церемонился Брал всякие песни Народные там Хороводные Всякие немецкие И переделывал их В христианские И через эту информацию Вообще просто Настолько Сильно распространилось По всем германским народам Что это Уму непостижимо Даже враги реформации Это признают Так что да Друзья Братья и сестры Слава Богу Спасибо тебе Господь Спасибо Благодатью мы спасены И сияние от нас Это Божий дар Спасибо Господи За дар личной жизни Благодарю тебя Господь За исцеление За спасение Прощение Благословение Твое Благодарю тебя за все Благодарим Благодарим За твою любовь Благодарим Благодарим Достоин ты Вечной хвалы За твою любовь Благодарим Тебя мы Благодарим Благодарим За твою любовь Благодарим Благодарим Достоин ты Вечной хвалы за Твою любовь благодарим, Тебя мы благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарим, Аллилуйя, слава Тебе Господь. И, братья и сестры, в завершение вновь прочту эти места описания из Ветхого и из Нового Заветов, из Исаии 60-20 и из 1 Иоанна 2-28. Не зайдет уже солнце Твое, и луна Твоя не сокроется, ибо Господь будет для Тебя вечным светом, и окончатся дни сетования Твоего. Дети, пребывайте в Нем. Дети, пребывайте в Нем. Пребывайте в Нем. Аллилуйя, слава Тебе Господь. Благословляю Вас, братьки и сестрички, дочечки и сыночки нашего возлюбленного Абы Папочки. Благословляю Вас, всех возлюбленные. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну и поздравляю всех с Днем Благовествия и Шаббат Шалом. Шаббат Шалом. В каждый дом. Шаббат Шалом. В каждую страну, в каждый народ. Шаббат Шалом. Израиль, Иерусалим, радуйся. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний 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 мир, Господний, Господний мир, Господний, 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 Гос Шаббат, 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 аллилуйя. Поздравляю всех с Господним днем, субботой. Братья, сестры, возлюбленные, всем святым радоваться. Прилично нам что? Словословить Бога Всебогущего. Аминь. Да, и напоминаю, что в августе месяце будет собор у нас. Молимся. И прошу ваших святых молитв. И кто будет в августе в Киеве у нас, добро пожаловать на собор. И мы тоже шаббат проведем, такой общий шаббат, субботу перед, собственно, собором. Предсоборная суббота, такая уже традиционная у нас уже. Предсоборная суббота. Покой такой, радость. Мы собираемся, словословим, пророчествуем, молимся, читаем Слово Божие, рассуждаем. Вот, сам собор будет в воскресенье 18 августа и в понедельник 19 августа. Преображенский собор называется у нас он. А накануне 17 августа будем проводить вот такую предсоборную субботу. Шаббат, предсоборный шаббат. Добро пожаловать. Так что, поэтому, если приезжаете в Киев на собор, можете приехать прямо в воскресенье. А если есть время и возможность, то приезжайте пораньше, чтобы субботу тоже вместе провели в радости, славили Господа. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Ну и даст Бог в следующем году в Иерусалиме. О, сердце просто радуется. В следующем году в Иерусалиме встретимся. Аллилуйя. В следующем году в Иерусалиме встретимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, слава тебе, слава тебе и хвала. Благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господне, во имя Иисуса. Обнимаю всех, целую именем Иисуса Христа. Аминь. До встречи. Сегодня вечером, не знаю, получится, но если что, в 6 часов вечера подключайтесь. Вчера не получалось, потому что в связи с переездом на другую квартиру. Вот, значит, и тогда уже, значит, в 6 утра, завтра тоже, да, как раз, завтра тоже буду на служении, но где, пока не могу сказать, потому что, ну, в связи с тем, что здесь немного другие условия, не как в Киеве. Ну ладно. Все. С Богом. Мир всем. В следующем году в Иерусалиме...